Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке Райл Липру. Хатытып Райл Липру. Все книги автора. Хатытып Райл Липру. Аутхар Бирюков Дмитрий Хатээмэл. Эта же книга в других форматах. Хатытып Райл Липру. Баг Бирюков Дмитрий. Город вечной свадьбы Хатээмэл. Приятного чтения. Дмитрий Бирюков. Город вечной свадьбы. Пейзажи меняются с удивительной быстротой. Это как кинематограф. Я видел такой на ярмарке в Тесмане, а в Букуриште их уже немало. Стоишь на месте, а перед тобой пляшут картинки, одна за другой. Это совсем не так, как в жизни. Ты идешь, а горы и дома не двигаются. Я ни от кого не бегу и ни к чему не стремлюсь. Я просто иду. Я не чувствую под собой ног, но это и не нужно. Дорога сама летит подо мной. Все просто меняется перед глазами. Сначала надвигается на меня с огромной скоростью, а потом проносится мимо. Я словно лечу над этими дорожными камешками, мимо кустов и гор. Мне кажется, что я парю между двумя зеркалами. Сверху плывут облака, а снизу дорожная пыль. Я совсем не устал, хотя двое суток не делал даже короткого привала. Наоборот, я готов двигаться все быстрее и быстрее. Там за поворотом что-то есть. Я слышу звуки. Приняли смех. Мне стоит обогнуть этот выступ, и я попаду в деревню. Там и отдохну, правда, мне это не нужно. Я могу идти еще неделю. Изгиб дороги. Стой, кто идет? Стою. Маленькая сторожка, совсем новая, свежевыкрашенная. Полосатый шлагбаум. Здесь начинается деревня. Нет, это даже не деревня, это город. Вон ратуша с часами на башенке, церквушка, школа. Небольшой уютный городок, милый и славный. Стой, говорю, кто идет? Стражник, сидящий на ступеньке, поднялся и, пошатываясь, подошел ко мне. Назовись, путник. Нику. Мое имя Нику. Я иду из Тесманы. А с чем ты к нам пожаловал? Не замышляешь ли чего? У нас тут и без чужаков хорошо. Вдруг ты смутьян какой-нибудь или беглый? Он попытался насупиться, но ничего из этого не вышло. Лицо стражника расплылось в добродушные и приветливые улыбки. Густые усы, волосы с проседью, фуражка на бекрень, румяные щеки. Лет пятьдесят на вид. Веселый, подвыпивший, глаза сверкают. Нет же, я не со злом к вам пришел. Я путник. Сегодня здесь, завтра там. Играю на ярмарках, свадьбах, пантомима, акробатические аттракционы. Эй, где ты? Тьфу ты, черт. Надо же было так напиться. Опять показалось. Он повернулся ко мне спиной и окликнул своего напарника. Михай. Второй стражник сидел на заваленке старошки, уткнувшись головой в колени. Он был постарше первого. Невысок ростом, с седой бородой, красными, уставшими то ли от бессонной ночи на посту, то ли от чрезмерного количества выпитого за эту ночь виноглазами. Слышишь, Михай, надо заканчивать с такими делами. Первый стражник подошел ко второму и присел рядом на корточке. Мне вот снова всякое мариво чудится. Вот и доктор Вульпай говорит, что от этих попоек мне долго не протянуть. А ведь он не глуп, совсем не глуп, даже напротив. Вот когда господину Курби случилось с крыльца упасть, кто ему кости на место вправил. Все наш доктор. И зря вправил на то и Курба, чтобы кривым ходить один. Цурб, Румынск, кривой, ломаный, гнутый. И ты его не слушай, пока ничего не случилось. А лучше достань-ка из-под лавки кувшинчик с ракеей. Давай-ка еще выпьем. Денек сегодня предстоит знаменательный. Ты ведь помнишь, что сын господина Дориниску, гимназического наставника, сосватал давеча дочку судьи Саари и пополудни поведет ее под венец. А потому пей и не гляди на доктора. Сегодня кто не весел, тот обидит молодых. Доктор, он зачем нужен? Только если случится чего, вот допьешься до больной головы или свалишься по пьяни в канаву, тогда и зови доктора, а пока не свалился, так и не вспоминай о нем. Давай, за счастье молодоженов и побольше им деток, да чтобы эти не болели. Он разлил ракею по чаркам, стражники пыхнули, залпом выпили и разом откинулись на спину. А дочка у господина Саариев прям хороша. Нараспев произнес первый стражник, глядя на облака, а насчет доктора ты все же не прав. Он всегда дело говорит, но сегодня и вправду выпить можно, святое дело. Не каждый день такая радость всему городу. Да, это ж надо такое подумать, еще как будто вчера пешком под стол ходили, а теперь жених и невеста, да как специально созданы друг для друга. Давай еще по одной. Я тем временем стою на месте, пытаясь соблюсти то, что я ведал о нормах приличия и полицейских законах. Не могу же я проявить неуважение к двум пожилым людям и просто так пройти мимо, да и устав им велит потребовать документу путника, входящего в город. Места здесь неспокойные. Разбойники частенько тревожат пастухов, то и дело нападая на стадо и угоняя скот. Стражники словно не замечают меня. Ах да, тот первый, который помоложе, счел меня за ведение. Ладно, пойду дальше. Если они предпочитают веселье службе, то это их грех, а не мой. Меня точно тянет магнитом к этому городу. Он и правда такой ухоженный, такой уютный. Я так давно не обедал по-человечески, поищу трактир. Вперед. Илья Дориниску был не из робкого десятка. Несмотря на то, что его папаша служил наставником городской гимназии, Илья всегда был заводилой всяких школьных безобразий. Битые стекла, битые физиономии однокашников даже упоминать не стоит. Случаи, когда в знак примирения с теми же однокашниками Илья организовывал налет на чей-нибудь курятник, нередко целью становился и курятник судьи Саари, его будущего тестя, дабы зажарить курочку в потайном гроте в горах и отметить начало нового мирного этапа в отношениях городской шпаны, не поддаются исчислению. Нередко Илья с друзьями перелизала граду своей мужской гимназии и направлялся во главе ватаги мужающих юнцов в соседний квартал, где находилась гимназия женская. Приближаться вплотную было весьма опасно, могла заметить наставница Джорджиску, тогда бы она не применула позвать полицейского. Порою они попадались ей на глаза, и тут оставалась одна надежда на быстрые ноги. Но Церберша не обладала всевидящим оком, и частенько парням удавалось выследить плавно выпархивающую из школьных ворот цыпочку, с тем чтобы оглушительным свистом обратить на себя ее внимание. Одной из таких красоток была юная Феличия Саари. Феличия была примерной ученицей. Это отнюдь не означало того, что ей была интересна учеба, что она пыталась вникнуть в суть преподаваемых в гимназии наук, но она могла прилежно и тщательно переписать в чистовую тетрадь, сделанную обожавшим ее отцом домашнее задание и певучим голосом ответить в изубренный урок. Ей было известно, за каким именно углом будут ждать орлята под предводительством Илья. Дом Феличии находился в другой стороне, но она предпочитала сделать крюк и услышать этот свист, казавшийся ей глубже и проникновеннее самых нежных слов любви из прочитанных романов. День за днем, год за годом, дети стали совсем взрослыми. Илья хоть и не отличался высокими оценками, но все же был совсем не глуп. По протекции отца ему удалось быть зачисленным в университет Букуриште, где он по-прежнему оставался вожаком шкалеров. Но тут дело не ограничивалось потасовками на пьянках и беготней по барышням. Илья проявил себя как истинный смутьян и вольнодумец и вскоре попал на учет к политической полиции. Дарениску-старший был этим очень опечален и, используя свои связи в Букуриште, добился исключения сына из университета от греха подальше, пока тот не успел совершить что-то серьезное и загреметь на каторгу. Илья вернулся в родные пенаты под отцовской крылышко. Хоть он и был недоучкой, но для провинции такого образования было достаточно. Повзрослевший сорванец был устроен преподавателем арифметики в свою родную гимназию. Одновременно ученый из столиц, побывавший в самом Букуриште, стал считаться завидным женихом. Феличия тем временем расцветала, становясь все краше и краше. Судья Саари души не чаял в своей дочке и был очень придерчив к подбору будущего зятя. Таким образом, целых четыре кавалера не выдержали конкурса на руку первой красавицы города. К Илье господин Саари сперва тоже отнесся настороженно. Он прекрасно помнил каждую украденную курицу и достоверно знал о похождениях молодого бунтаря в Букуриште. Желая своему драгоценному чаду тихой, размеренной семейной жизни, он твердо решил дать этому сорвиголове от ворот-поворот. Но Илья не привык проигрывать. Показная респектабельность должна была убедить потенциального тестя в том, что лучшего выбора нет, а неподдельная настойчивость была призвана рассеять последние сомнения и сломить оставшиеся рубежи обороны. Свадьба была назначена на сегодня, день первый. Приготовления к свадьбе начались еще на рассвете. Ко двору дома Дарениску стягивались друзья Ильи, родственники и ближайшие соседи. Подхожу к дому, наблюдаю предпраздничную суету. Две молодые девицы, сестры Ильи и Анна, и Джорджина, то и дело взрываясь веселым смехом, достали из сундука разноцветные платки и полотенца. Теперь их нужно привязать к длинному шесту. Это знамя жениха. Эй, Джорджина, не жадничай, оставь нам десяток. Это кричит тетушка жениха Зоя. У нее дело не менее важное, украсить свадебный экипаж. Ничего, тетя Зоя, здесь на всех хватит, возьми, пожалуйста. Я совсем забыл о том, что мечтал перекусить сразу же, как приду в город. Приятно, черт возьми, смотреть на них. Вот оно, простое человеческое счастье, в деталях. Оно такое же разноцветное, как эти платки, красные, белые, желтые. И еще оно такое же звонкое, как смех Анны, и такое же легкое, как развивающиеся на ветру волосы Джорджины. Где же Василий, он же опять, не дай бог, проспал. Всех, как всегда, задерживает. Негодует тетя Зоя. Василий, городской кузнец, на него возложена обязанность обеспечить исправность свадебного экипажа. Постаронись. А вот и он, сидя на облучке открытого файтона, запряженного тройкой пепельных в яблоках лошадей, въезжает в открытые ворота. Целую ручки, тетя Зоя, все по вашему заказу, кобылицы с вечера подкованы, коляска подкрашена, смазана, все как в столицах. Да где ж тебя черти носили, заждались уже. Картина проворчала сквозь улыбку тетя Зоя, главная распорядительница торжества. Эй, девки, тащите сюда ленты-бубенцы, да платки-бахрому. Анна и Джорджина приставили к стене готовое знамя и бегом кинулись к экипажу. Спешно, но тщательно они вплетают ленты и тесьму в конскую гриву, цепляют бубенцы и колокольчики на сбрую, обвязывают цветными платками дугу и оглобли. А вот и господин Теодор Дориниску появляется в дверях. Отец жениха в новеньком, расшитом маками жилете, позолоченном пенсны и начищенных до блеска лакированных штиблетах, купленных, между прочим, в самом Букуриште. Маэстро, марш, командует будущий свекор. Во двор строим входят музыканты. Воздух наполняется звуками барабанного боя, кукарекания трубы, скрипичного плача и журчания аккордеона. Регина Дориниску, мама Илья, расстилает перед крыльцом циновку, сплетенную из кукурузных листьев, и ставит на нее стул, на который садится жених. Свежевыглаженные брюки заправлены в яловые сапоги, разрисованные замысловатым орнаментом, поверх красной рубахи темно-синий жилет с золотыми пуговицами. Еще одна тетка Илья, Делия, выносит из дома тазик с горячей водой. Под звуки марша Адриан, друг жениха, один из участников прежних школьных безобразий, а ныне подмастерье плотника, намыливает ему щеки и начинает осторожно брить. Эй, лови, тетя Зоя. Собравшиеся родственники высоко подбрасывают зерна пшеницы, которые тетя Зоя пытается поймать в свой передник. Сколько поймала, тетя? Семь, мои дорогие, вот это да. Семерых детишек нарожают Илья с Феличией. Тем временем марш сам собой перетекает в Плесовую. Танцующая толпа окружает экипаж, куда взбирается жених, и с песнями следует к распахнутым воротам. А теперь к дому невесты, восклицает Адриан, предводитель дружек. Процессия не спеша выдвигается на главную улицу. На каждом шагу к ней присоединяются горожане, сам экипаж сопровождает свита из местной детворы. Вот и дом Сааря. Илья слезает с коляски, вместе с дружками подходит к ограде и три раза стучит в накрепко запертую калитку. Кто это к нам пожаловал? Над забором появляется голова двоюродного брата Феличия Григоря. Голубок припорхал к своей голубке, отворяя ворота. А ты сперва докажи, что ты голубок, а не ворон черный да не коршун. Собьешь картону, голубка твоя, а коли не выйдет, так проваливай по добру, по здорову да облетай стороной нашу голубятню. Дымящаяся картуна, глиняный горшок на шесте с зажженной соломой внутри, появляется над оградой. Нужно лилии прыгать дважды? Не успевает Григорий глазом моргнуть, как сосуд оказывается в дребезге разбитым о землю. Вновь звучит торжественный марш, ворота отворяются под ликующие возгласы процессии. У крыльца уже развивается знамя жениха, заранее доставленное Анной, а теперь гордо поднятой младшей сестрой Феличией Аугустой. Звуки музыки, возгласы и говор моментально затихают, из двери в белой фате выходит сама невеста. Выходит чинно, не спеша. Феличия кланяется жениху, его родителям и родственникам. Илия берет ее за руку и помогает взобраться в коляску. Опять занялась плясовая, но господин Дориниску делает знак музыкантам и они мгновенно переходят на маршевые ритмы. Процессия движется к центральной площади, где расположились церковь и ратуша. Башенные часы бьют полдень, церковные колокола как будто подхватывают звонарную симфонию. Файтон молодоженов остановился у церковного крыльца. Илия и Феличия входят в храм. Там их уже ждет посаженный отец, господин Римус Мариниску, помощник городского головы, знатный ростовщик и владелец самой большой торговой лавки в городе, попечитель обеих гимназий, да к тому же еще и тесть начальника городской полиции. Целую ручки, господин Мариниску, хором говорят молодожены. Здравствуйте, дети мои, отвечает городской богатей и берет Феличию под руку. Начинается литургия. Батюшка и он читает молитву, хор поет многую лету. В храме было многолюдно и душно, я не стал мучить себя и решил выйти на площадь подышать воздухом. У церковного крыльца сидел странного вида старик. Он не был похож на нищего, но я все же подошел и предложил ему лей. Спасибо, добрый человек, но это, право, лишнее. Оставь монету себе, чужий страниц, тебе она больше пригодится. Меня и здесь сегодня неплохо накормит, а тебе придется дальше идти. Простите, ради бога, если я чем-то обидел вас, но, может быть, вам этот лей пригодится завтра? Завтра. Не все ли дни одинаковы? Богослужение подходило к концу, и я вернулся в храм. Отец и он начинал заключительную часть ритуала. Ильи Дориниску, согласен ли ты взять в жены Феличию Сааре и перед лицом господа обещаешь ли ты любить ее в радости и в горести, пока смерть не разлучит вас? Да, батюшка. Феличия Сааре, согласна ли ты взять в мужья Ильи Дориниску и перед лицом господа обещаешь ли ты любить его в радости и в горести, пока смерть не разлучит вас? Да, батюшка. А теперь скрепите брачный союз обручальными кольцами. Вновь зазвонили колокола, гости повалили из храма на улицу, к дому Дориниску, к дому молодоженов. Процессия двинулась в обратный путь. Все та же перекличка маршей и плясовых, те же возгласы, здравицы и песни. Но теперь в глазах присутствующих появилась новая страсть. Все знают, что во дворе дома Дориниску уже накрыты столы и ждут угощения. На угощения и правда не поскупились. Еще с раннего утра были заготовлены аж 4 туши баранов, множество корзин с фруктами, виноградом, маслинами. В подвале ждали своего часа бочки с виноградным и яблочным вином и бутыли с ракеей. Подходим к дому. Украшенные цветами и разноцветными лоскутами ворота приветливо распахнуты. Добро пожаловать домой, дорогие молодожены. Добро пожаловать к столу, дорогие гости. Восклицает тетя Зоя. Дом не вместит всех пришедших. Весь город собрался на свадьбе, поэтому угощения выставлены прямо во дворе и даже на улице. Я совершенно позабыл о чувстве голода, утонув в красках и звуках общего веселья. Теперь же и у меня потекли слюнки. У праздника есть не только цвета и музыка, но также и вкус, и аромат. И вот наконец вся процессия рассаживается у столов. Я скромно стою в сторонке. Не знаю, будут ли они рады видеть чужака на своем торжестве. Слово берет господин Дориниску. Дети мои, вот наконец и свершилось то, о чем давно мечтали вы, о чем мечтали мы с моей женой Региной, о чем мечтали наши новые дорогие родственники, достопочтенные Эмили Габриэла Сааря. Перед лицом господа нашего Иисуса Христа, в присутствии всего города вы сочетались узами священного брака. Я прошу всех собравшихся наполнить бокалы добрым вином и выпить за долгую и счастливую жизнь наших детей и будущих внуков. Гости выпивают. Теперь очередь господина Сааре произнести тост. Достопочтенные Дориниску, милая наша дочь Феличия и ненаглядный наш сынок Илья, я не могу добавить ничего к пожеланиям господина Дориниску. Хочу только объявить, что мы отдаем свою красавицу в вашу семью не с пустыми руками, пусть внесут приданные. Под звуки марша родственники Феличии вносят большой сундук, несколько тюков и шкатулок. Между тем гости не забывают подливать себе вина или раки и обильно их закусывать. Я почувствовал, что кто-то стоит за моим плечом. Оборачиваюсь. А ты почему не идешь к столу? Спрашивает меня старик, которого я сегодня видел у церкви. Я чужой здесь. Вот потому иди, они не заметят твоего присутствия. Как это? Пойди проверь, никто и бровью не поведет, будь ты хоть вплотную к нему. Но почему? Потому что ты чужой, как и я, меня они тоже не замечают. Пойдем вместе. Подходим к общему веселью, берем по стакану, наливаем вина. Вино просто прелесть, говорю я, а барашек, пальчики оближешь. Да, и так каждый раз. А что, часто бывают праздники? Ежедневно. Вот это да. А почему они не замечают вас? Попробуй сам обратиться к кому-нибудь. Рядом со мной сидит седовласый мужичок, городской почтальон, как это я выяснил из застольных разговоров. Давайте выпьем, господин, за здоровье молодоженов и их будущих детишек. Почтальон даже не посмотрел в мою сторону, продолжая обгладывать ножку индейки. Я повернулся и решил заговорить с самой тетей Зоя. Тетя Зоя, праздник выдался на славу, спасибо вам за щедрое угощение и дай бог здоровья молодым. Эй, Анна, принеси-ка из сарая еще кувшинчик раки, крикнула распорядительница. Она кричала прямо мне в лицо, я был в шаге от нее, но при этом смотрела вдаль на амбар, находящийся за моей спиной. Похоже, что установление контакта это действительно безнадежная затея. Возвращаюсь к старику. Теперь видишь, что я тебе говорил. Но объясните, почему так происходит? Потом объясню, если сам раньше не поймешь. А пока ешь, пей, веселись. Переночуешь у меня, но лучше иди своей дорогой, прочь из этого города, как только свечереет. Ты здесь чужой, тебе здесь делать нечего. Что же здесь делаете вы? Я родился тут, здесь мне и умирать. Хотя я уже давно умер. Спроси любого. Ах да, ты же не сможешь никого ни о чем спросить. А где ваш дом? На окраине. Они считают его заброшенным, а окна в нем заколоченными. Но если ты останешься, то сможешь убедиться, что это не так. Каждое утро я распахиваю ставни, и лучи солнца проникают в горницу. Мое имя Думитру. Наверное, я был неправ, когда сказал тебе, что уже умер. Пожалуй, я единственная живая душа в этом городе. Я вновь оказался у стола. После нескольких дней пути, сухих корок из сумы до родниковой воды из фляги невозможно было удержаться при таком обилии столь изысканных яств и вина. Старик тоже время от времени брал на нож куски мяса и фрукты. Я опять подошел к нему. Почему же я должен идти отсюда? Здесь так мило, да если все это ежедневно. Пожалуй, останусь. Ты уже изрядно пьян, путник. Остановись с вином. Я и правда выпил немало, но остановиться никак не мог. В очередной раз обращаюсь к старику. Я определенно останусь здесь на несколько дней, пролепетал я заплетающимся языком. Не торопись с такими утверждениями, несколько дней затянутся очень надолго. И еще раз рекомендую тебе быть поосторожнее с выпивкой. Да разве ж я пьян? Лепетание само собой сменилось на разгоряченную браваду. Это разве много вина? Да я, бывало, и больше пил. Вот в Тесмане на последней ярмарке я выпил две, нет почти три фляги вина. Не хвастай раньше времени. А я и не хвастаю, я на каждой ярмарке устраиваю такие представления, что никому не жалко для меня монеты. А раз деньги есть, то можно и повеселиться. Но сегодня я устрою представление бесплатно. Свадьба все-таки. Я забрался на стол и сделал стойку на руках, потом стал переступать ладонями через тарелки, попутно ухватывая зубами ягоды винограда и маслины. Но никто не обращал на меня внимания, все продолжали есть, пить, вести разговоры и петь свадебные песни. А вот еще один номер. Ему аплодировала Тесмана, аплодировал Букуришти, а слава дошла до самого Парижа. Я ловко перескочил с ладоней на ступни и стал изображать пантомиму, упираясь ладонями в воображаемую стену. Вновь полной равнодушии публики. Что же, неужели вам совсем не интересно? Смотрите, что я еще умею. Утро второго дня. Эй, вставай. Утро на дворе, старик склонился над моей гудящей головой, пытаясь при этом растормошить лежащее неподвижным поленом тело, где я пытаюсь открыть глаза. Ничего нового на этом свете, все, кто с вечера перебрал, задают один и тот же вопрос. Ты сам-то помнишь, как здесь очутился, меня узнаешь? А ну, Давыду Митру, мы еще разговаривали вчера. Ну, слава богу, пришел в чувства. А вот как я очутился здесь, не помню, то есть я помню, как пил, ходил на руках, как все плясали вокруг, как вы появились, а потом. Ну ладно, это сейчас не важно. Ну вот, попей воды, а я тебе чудное зелье приготовлю. Все как рукой снимет. Пью воду. Исчезает сухость во рту, но тошнота и головная боль усиливаются. В комнате опять появился старик. Вот попробуй, это должно помочь. Зелье оказалось довольно мягким на вкус и довольно сильным на результат, сразу же выйдя наружу. Что это? Яичный желток в белом вине. Пришел в себя? Прибери тут за собой, а я на стол соберу. Еще все же нетвердым шагом я вышел из своей комнатушки в горницу. Весело тут у вас. Простите за возможную неучтивость, но у постороннего путника может возникнуть впечатление, что он попал в город пьяниц. Вчера словно реки винные сливались с реками раки, да и на дороге встретили меня два стражника на веселе. У вас правда так много пьют? Нет, все совсем не так. Хотя ты, наверное, прав отчасти. Пьют много, но не часто. То, что тебе довелось увидеть, бывает далеко не каждый день. Но вы говорили, что праздники происходят ежедневно. Это тоже верно. А те двое стражников так накачались, что даже посчитали меня видением в пьяном бреду. Ты есть видение в пьяном бреду. Не задавай лишних вопросов, выходи на улицу и сам все поймешь. После вчерашнего наверняка весь город головой мучается. Скоро ты разубедишься в этом, ступай. День первый. Выйдя на улицу из дома Думитру, я услышал радостные возгласы и звуки торжественного марша. Я добрался с окраины до главной улицы. Небольшие размеры города позволяли сделать это чрезвычайно быстро. Радостная, празднично одетая толпа следует за украшенным разноцветными лентами экипажем, в котором гордо восседает Илья Дориниску, собирающийся вступить в брак с Феличией Сааре. Ватаго ребятишек в припрыжку бежит рядом с коляской. Я присоединяюсь к процессии. Вот и дом судьи. Ворота глухо заперты. Илья вылезает из файтона и подходит к ограде. Три удара в створ калитки. Над оградой появляется Григори Сааре. Кто это к нам пожаловал? Голубок припорхал к своей голубке. Отворяй ворота. А ты сперва докажи, что ты голубок, а не ворон черный да не коршун. Собьешь картону, голубка твоя, а коли не выйдет, так проваливай по добру, по здорову да облетай стороной нашу голубятню. Илья ловко подпрыгивает и одним махом сбивает картону с шеста. Черепки и горящая солома оказываются на земле. Григори отодвигает засов и распахивает ворота. Аугуста размахивает знаменем жениха. Из дома плавной походкой ступает Феличия в кружевной фате, кланяется жениху, его родителям и родственникам. Вместе с Ильей она забирается в коляску. Господин Дориниску делает знак музыкантам, дабы те сменили плясовые ритмы на маршевые. Процессия направляется в церковь. Целую ручки, господин Мориниску. Здравствуйте, дети мои. Толпа заходит в храм. Я оглядываюсь. Старик Думитру вновь оказывается на крыльце. Ну что, начинаешь понимать, в чем здесь дело? Спрашивает меня он. Все как и вчера. Да, все так же. Но я не возьму в толк, зачем они опять играют свадьбу. А тебе понравился праздник? Да, было очень весело, красиво. Неужели ты не хочешь повеселиться снова? В полном недоумении я вхожу в церковь. Илии Дориниску согласен ли ты взять в жены Феличию Сааре и перед лицом господа обещаешь ли ты любить ее в радости и в горести, пока смерть не разлучит вас? Да, батюшка. Феличия Сааре, согласна ли ты взять в мужья Ильи Дориниску и перед лицом господа обещаешь ли ты любить его в радости и в горести, пока смерть не разлучит вас? Да, батюшка. А теперь скрепите брачный союз обручальными кольцами. Мне становится немного страшно. В смятении я выбегаю на улицу. Ищу взглядом Думитру, но след его простыл. Удар в спину. Меня сбивают с ног. Радостная толпа вываливает из церкви на площадь. Да, они действительно не замечают меня. Я с трудом поднимаюсь, уворачиваясь от сапог слепо прущих вперед гостей свадьбы. Мне удается отползти в сторону. Пришедши в себя, я решил опять проследовать к дому Дориниску. Столы ломятся от угощений. Я подхожу к ним, уже не стесняясь. Беру бокал, пью, закусываю. Что, вкусно? Угу, хмыкаю я, пережевывая кусок телятины. Стоп, кто это? Оборачиваюсь, за спиной стоит. Думитру, веселишься? А почему бы и нет? Чем я хуже других? В том-то и дело, что не хуже, но и не лучше. Я же советовал тебе уходить отсюда как можно скорее. Просто давно мне не перепадали столь лакомые кусочки. Завтра уйду. Пойдем-ка отсюда. Похоже, что ты еще ничего не понял. Вечер второго дня. Я и действительно ничего не понимал. То есть я понимал, что сегодня я видел то же, что и вчера. Каждый был на том же месте, говорил те же слова. Я боялся показаться глупцом в глазах старика Думитру, произнеся какую-нибудь дурацкую фразу типа «что-то тут неладно» или выдвигая немыслимые версии происходящего. Заколдованный город? Скажи я об этом вслух. Старик поднял бы меня на смех. Наслушался, мол, сказок. Но что еще подумать? Я решил молчать, притвориться, что у меня нет никаких догадок. Пусть расскажет сам. Сегодня был хороший день. Начал свое повествование Думитру, и погода удалась, и праздник у людей. Я постарался изобразить из себя наивного младенца, которому нужно объяснять все до мелочей. Уж очень хотелось узнать все из первых рук, не коверкая историю своими домыслами. Неплохо бы все это повторить, не правда ли? Продолжил он. Дни бывают разные, когда заболеет кто, когда помрет, когда пожар случится. Таких дней следует остерегаться. Я наконец решил вмешаться, мне показалось, что теперь-то все вполне ясно. Они решили остановить время. Не говори таких глупостей. Ты был на главной площади? Ну да, был. Что ты там видел? Ничего особенного. Церковь, ратуша. Все как и в других городах. Утром посмотри повнимательнее, а сейчас пора спать. Утро третьего дня. На этот раз я проснулся довольно рано. Сегодня у меня есть цель. Сегодня я должен все окончательно понять. Я быстро оделся и бегом побежал на главную площадь. На площади пусто. Город еще только просыпается. Вот батюшка и он выметает сор с церковного крыльца. Изредка появляются одинокие прохожие. Что же особенного на этой площади? О чем говорил Думитру? Слышу цокот копыта мостовую. Да, я узнаю эту повозку. Кузнец Василий направляет тройку пепельных в яблоках кобылиц к дому Дориниску. Заметил что-нибудь? Это знакомый голос старика. Господин Думитру, не томите, растолкуйте что и как. Посмотри на часы на ратуши. Ты говорил, что они остановили время, но стрелки продолжают двигаться. Значит, время продолжает идти. Скорее вертеться, как белка в колесе. Они не стали останавливать время, хотя и это возможно сделать. Они просто заперли его. Стрелки вращаются по кругу. Можно ли по ним определить, какой сегодня день? Сегодняшний, вчерашний или завтрашний? Как же его остановить совсем? Очень просто, нужно умереть. День третий. Вдвоем с Думитру мы добрались до дома жениха. Анна и Джорджина под мудрым руководством тети Зои хлопочут возле экипажа. Василий, сделавший свое дело, пригнавший коляску во двор, набивает трубку самосадом. Регина Дориниску расстилает кукурузную циновку перед крыльцом. Маэстро, марш. Слышится голос Теодора Дориниску. Звучат патетические аккорды. Илья садится на стул. Адриан намыливает ему лицо. Эй, лови, тетя Зоя. Вновь высоко летят пшеничные зерна. Тетя Зоя ловит их в свой передник. Сколько поймала, тетя? Семь, мои дорогие. Вот это да. Семерых детишек нарожают Илья с Феличией. Собравшиеся тем временем пускаются в пляс. Веселые нотки летят над домами. А теперь к дому невесты. Думитру дергает меня за плечо. Мы уходим, молча бродим по улицам. Возвращаемся в дом старика. Вечер третьего дня. И когда же они решили сделать это? Спрашиваю я. Вчера. Я был здесь вчера и позавчера. Нет, ты был здесь сегодня. Ты пришел сегодня утром. Но я уже три дня здесь. А я провел тут 23 548 дней. Ровно столько прошло с того момента, как я родился в этом городе. Как же все это понять? Да так и понимай. 6 574 дня назад начался сегодняшний день. Значит, прошло уже 18 лет? Сказал я после некоторой паузы, которая мне понадобилась, чтобы посчитать в уме. Нет, всего один день. Вчера они решили запереть время в клетке сегодняшнего дня. Почему же они не постарели? Станут ли морщины заметнее за ночь? Но время все равно идет. Куда оно идет? На восток? На запад? В Тесману? А может, ему в Букуриште что-нибудь понадобилось? Нет, оно идет только вместе с тобой. Только если ты позовешь его куда-нибудь. Понять то, что говорит старик, было все-таки довольно сложно. Вместо того, чтобы прояснить дело, он еще больше меня запутал, предпочитая изъясняться загадками и полунамеками. Все-таки мне было интересно узнать побольше об этом городе и о том, что когда-то решили устроить его обитатели. Наверное, главным, чего я не мог постичь, было то, как именно им это удалось. Было ли все действительно, как в сказках, сработано посредством колдовства? Либо речь идет о чудесах другого рода. Мало ли чего, выдумают ученые-профессора, в последнее время чего только не происходит. В самом деле, если удалось заставить двигаться картинку в кинематографе, то почему бы не произвести обратное в этом городе, где вечно будет праздник, вечно будет литься музыка, вечно будут петь и плясать у богато накрытых столов. Так в чем же причина подобных событий? Я решил прямо расспросить об этом старика, уже не опасаясь, что покажусь смешным и наивным. Тем более, что глупых вопросов вообще не бывает, есть только глупые ответы. Господин Думитру, я никак не могу взять в толк, как у них это получилось. Ты сам видел это? Вы опять говорите загадками, растолкуйте. Эти загадки слишком просты, но если ты здесь не смекаешь, то я могу объяснить поподробнее. Скажи мне, были ли отличия в чем-либо, что делали и говорили люди здесь? Никаких. Они повторяли каждый шаг, каждое слово, даже музыканты сбивались с ритма и фальшивили в тех же местах. Вот и ответ. Время не существует само по себе, я уже говорил, что оно идет только вместе с нами. То есть, если повторять одно и то же раз за разом, то это вовсе и не будет повторением, это будет то же самое действие в то же самое время. Ты совершенно прав. Но как же быть с тем, что все равно одно происходит после другого? Это только кажется, на самом деле все повторения одновременны. Что же происходит, если ты повторяешь одно и то же, а другие не делают так? Неужели время для каждого свое? Ведь стрелки часов все равно будут вращаться. Ты опять верно рассуждаешь, но стрелки будут вращаться не для тебя. Запомни. Время таково, каким ты и только ты хочешь видеть его, ты можешь управлять им. Так же и с другими людьми. Если ты живешь вместе с ними, то сколько бы ты ни говорил одни и те же слова, ни воспроизводил одни и те же жесты, ты будешь еще и наблюдать за ними. И это тоже будет действием. Потому ты не сумеешь достичь полного однообразия своих поступков, и время продолжит свое течение. Значит, именно поэтому они не замечают вас и меня? Да, мы им не нужны, мы чужие. Они хотят, чтобы праздник не кончался. В жизни всякое бывает. Полоса белая, потом полоса черная. А сегодня был хороший денек. Никто не заболел, никто не умер. Не было никаких несчастий. Все довольны. Илья и Феличия сыграли свадьбу. Теперь их ждет долгая жизнь, полная одних только радостей. По крайней мере, все надеются на это. Детишек нарожают. А разве они не хотят увидеть своих детей, внуков? Нельзя же только мечтать о них. Вдруг с ними что-нибудь случится? Кто-то порежется, кто-то ногу подвернет. А то еще война начнется и заберут сыновей в солдаты. Нужно ли искушать судьбу? Мечты никогда не сбываются от начала до конца. Да, задумал одно, а оно в какой-то момент повернется по-другому. Я же сказал, что бывают и черные полосы. А тебе пора уходить отсюда. Ты обязательно должен увидеть, услышать и сделать очень многое, а потом умереть. Почему умереть? Умирать надо для того, чтобы жить. Иди и никогда не делай того же, что и вчера. Пейзажи вновь с удивительной быстротой меняются перед моими глазами. Я ни от кого не бегу и никуда не стремлюсь. Я просто иду, иду жить дальше. Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке Райллипру. ХТТР Райллипру Оставить отзыв о книге ХТТР Райллипру Саммент Бирюков Дмитрий Город вечной свадби ХТМЛ Все книги автора ХТТР Райллипру Аутхар Бирюков Дмитрий ХТМЛ Нотис Примечания 1 Цурб Румынск Кривой Ломаный Гнутый Райллипру Райллипру